Добрые ранницы, Беларусь! Наш утренний эфир продолжается. Сегодня понедельник, 23 мая, уже завтра, то есть 24 мая, Белорусском государственном университете культуры и искусств стартует музыкально-образовательный проект по названию «Онтология мирового шлягера». Да, и в студии Добрые ранницы, Беларусь. Его автор и художественный руководитель, доцент кафедры эстрадной музыки Университета культуры и искусств Татьяна Дробышева. Доброе утро, Татьяна. Татьяна, доброе утро. А расскажите немного о проекте «Онтология мирового шлягера». Именно как музыкально-образовательный проект. Потому что такая привычная всем нам презентационная форма, как концерт, она будет носить не только развлекательный характер, но и познавательный. Мы часто слышим песни на концертных площадках, радио, телевидении, но мы не знаем историю создания песни, кто ее написал, о чем эта песня и что стоит за этой песней. А я буду рассказывать в концерте об истории создания каждой песни, об ее авторах, об исполнительных, об эпохе, в которую родилась эта песня. Потому что каждая песня – это свидетель эпохи, свидетель жизни. И отражения порой. Да, отражения жизни тех людей, которые жили в то время. Да. Как это точно сказано. Действительно, это, наверное, очень интересно. Наверное, и поэтому появилась идея этого проекта. Да, одна из причин именно это, потому что захотелось рассказать о песнях и об истории, когда возникли эти песни. Ну и, конечно, еще одна причина. Мы сейчас живем в период, когда рождается поколение Z, и одновременно живут люди, родившиеся до Великой Отечественной войны. И музыку, которую слушали наши отцы и деды, она совершенно другая, та музыка. И которую слушают наши дети, поколение Z, она отлично. И наши дети мало знают об истории вокального исполнительства. Да, откуда мы сейчас стояли? В первую очередь на это мероприятие вы ждете именно поколение Z, да? И нет пожилых людей, тоже мы ждем, да, старшее поколение, взрослых людей. То есть этот концерт, это будет своеобразная такая межпоколенческая коммуникационная форма, так скажем. Отлично. А какие композиции прозвучат в первую очередь? Мы знаем, что 30-е, 50-е, конец 50-е будут затронут. Мы знаем Вертинский утесов, но, наверное, шире какие-то имена будут затрагиваться. А главное, кто будет исполнять? В концерте будет звучать песня из репертуара Шульдженко, Клавдия Шульдженко, конечно. Петра Лещенко. Утесова, наверное, да. Утесова, конечно. Изабелла Юрьевой. Будут исполнять наши студенты первого, второго, третьего курсов. Будет участвовать вокальная группа Универсум. И у нас будет специальный гость. Профессор педагогических наук Глазырина Лариса Дмитриевна со своим концертмейстером Николаем Сердобовым. Да, но можно я... Просто вы не всех назвали. Мы видим у вас за спиной и Ива Монтана, и Элла Фиджеральд, и Мерлин Монро. То есть это не будет ограничиваться только советской культурой? В этом и фишка концерта. К этому концерту, если сказать по-научному, такой компаративный подход осуществлен. Потому что мы будем просматривать параллельно Европу, Америку и Советский Союз. Что звучало в 30-е годы в Советском Союзе, в Америке и в Европе. Будем досмотреть исторические... И сравнивать, как это было. Да, стилистические жанры будем сравнивать. Были в моде танго, фокстрот, вальсы в Европе, в Советском Союзе, кстати. Но романсы не были в моде в Америке, я думаю. Они существовали в русской миграции. Звучали в ресторанах среди русских иммигрантов, которые туда уезжали после революции. То есть палитра обширнейшая. И если, например, дорогие зрители, вы какие-то имена из вышеперечисленных услышали впервые, то песни, которые прозвучат в концерте, вы точно знаете. Я уверена, что даже, возможно, там то самое поколение Z, оно в каком-то, может быть, миксе, ремиксе эти песни тоже слышало. Да, кстати, будут и новые ржировки. Не только мы будем аутентичные брать какие-то минусовые фонограммы, или мы еще работаем с инструменталистами. В нашем концерте задействованы аккордеонист, банджоист, на гумной гармошке будет у нас играть музыкант и рояль. А давайте расскажем, где будет проходить концерт, и как вообще туда можно попасть. Концерт будет проходить по улице Рабкоровская, 17. Это Белорусский государственный университет культуры и искусств. Я буду встречать всех гостей. Поэтому пароль... Запомните, Татьяна, пожалуйста. Мы на концерт хиты 30-х, 50-х. Я или мои коллеги, мои помощники будут встречать всех гостей. Вход свободный. Свободный. Что очень важно для взрослого слушателя. Во сколько это будет? Это будет в 15.00. Сегодня? Завтра. Завтра, 24-го числа. Приглашаюсь. Это удивительная, конечно, удивительная идея. Спасибо вам огромное, Татьяна, за то, что вы познакомите и нас, и другую публику с музыкой 30-х, 50-х. Поэтому обязательно приходите. Ну, а мы напоминаем, что у нас в гостях была доцент кафедры эстрадной музыки Университета культуры и искусств Татьяна Дробышева.